Сегодня мы с вами тестируем австралийскую косметику. У меня есть подруга в Австралии, которая сделала мне обалденный подарок и прислала как косметику, так и несколько продуктов для ухода. И сегодня у меня есть возможность это все с вами протестировать. Уход я уже начала тестировать, немножко об этом вам тоже расскажу. И сегодня будет такой, как бы, неформальный формат, можно так сказать. Короче говоря, мы будем с вами собираться, общаться, делиться какими-то впечатлениями. Ну, я, по крайней мере. А вы уже потом мне в комментариях будете отписывать, что вы думаете про те или иные продукты. И, в общем-то, да, мне безумно интересно, потому что основная часть косметики именно произведена в Австралии, то есть это местные какие-то бренды. Мне очень-очень интересно. И тоже пока еще не забыла, скажу вам сразу. Подруга моя, у нее есть канал тоже на YouTube. Она делает видео об Австралии, она делает видео вообще о путешествиях в целом. Она делает видео о вышивке, она делает видео о том, как она вышла замуж. Она вышла замуж через сайт знакомств, познакомилась со своим мужем. И вот этот весь вот свой опыт, она им делится. Поэтому, если какая-то из этих тем для вас близка, интересно, переходите на ее канал. Очень классный человек, вообще позитивный, с чувством юмора. Ну, просто все как надо. Вы 100% не пожалеете, если на нее подпишетесь. И давайте сразу приступим. У меня, кстати, здесь вместо обруча очки, потому что я ничего не нашла, чтобы забрать волосы. А очки это вообще идеальный просто обруч. Я не видела ни одного человека, кому бы вот такой вот формат не шел. Поэтому надо выпускать уже вот такие обручи в массовом производстве. Именно обручи, а не очки. Итак, давайте начнем, наверное, с ухода. У меня здесь две штучки всего. И я сразу хочу рассказать, потому что это я уже пробовала. И немножко потерпите мою ненакрашенную моську. Поэтому расскажу вам сразу. Первое, о чем хочу рассказать, это вот такая вот штучка. Это марка Clara Cosmetics. Называется Reset Instant New Skin. Вот эта штука, как мне рассказала Лена. Клара Cosmetics это визажист, который создала свою собственную линейку косметики. И вот конкретно вот это, это пилинг для лица. И я, честно говоря, когда получила его, я почитала так быстренько, бегала, посмотрела, как его использовать. Мне почему-то показалось, что это нужно использовать просто вот как обычный пилинг. Ну, как бы увлажняешь лицо, вернее, мочишь лицо водой. И потом там чуть-чуть шуруешь вот так вот пальцами и делаешь пилинг. Но потом я обчиталась и поняла, что это надо делать на сухую кожу. Я сначала еще так скептически, как это вообще будет работать. Но мое первое вообще знакомство с этой штукой прошло просто на 5 с плюсом. Я как только прикоснулась к коже, у меня кожа под руками начала сразу кататься. Вот именно в такой вот, знаете, как, я не знаю, как катышки, такие вот от омертвевшей кожи. И я это делаю, понимая, насколько вообще у меня грубый слой вот этой омертвевшей кожи на лице. Я когда первый раз отскрабировала, вернее, как это сказать, отпилинговала что ли кожу себе, отполировала кожу, у меня настолько как-то текстура выровнялась к коже. Я просто в шоке. Вот эта штука конкретно очень классная будет даже для набора визажиста. Потому что основная причина, почему тональные основы ложатся плохо и ложатся вот именно таким вот грубым слоем штукатурки, это потому что кожа, на ней очень много омертвевших клеток. И поверх омертвевших клеток очень плохо ложится косметика в целом. Поэтому если вы визажист, вот может в интернете заказать, я не знаю, там с Амазона где-нибудь достать. Очень реально классная штука. То есть вы на сухую кожу вот так вот скатали, 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 все. И после этого вообще идеальная просто кожа, вот идеальная база для нанесения какого-то тонального средства. Буду обязательно дальше пользоваться, очень мне понравилось. И еще она мне прислала вот такое вот масло. Марка называется iLuca, наверное, iLuca. И выпущена она Натали Эмбрулья. Натали Эмбрулья, это такая песня моего детства. Вот это. Nothing silent to write. Ну, я думаю, вы помните эту песню. Ну, короче говоря, судя по всему, она выпустила свою, опять-таки, линейку косметики. Вот эта вот упаковочка от этого масла. Это масло anti-age. Ну, как бы натуральное. Что хочу сказать, попользовалась я всего ничего этим маслом. Может быть, ночи 3-4 я им пользовалась подряд. Приятные ощущения, то есть оно как бы хорошо впитывается. Кожа такая, знаете, как, ну, не то, что как блин, да, блестящая. Но такая, видно, что маслом покрытое. Но, тем не менее, кожу это мне не раздражает. И пока вот anti-age какого-то я не заметила, ну, потому что слишком мало я еще им пользовалась. Единственное, что заметила, все эти масла пахнут, они, конечно, далеко не розами. Вот запах такой прям травянистый, знаете, конкретный. И у меня вот есть еще масло от Tarte, Maracujo Oil. Тоже запах такой же, знаете, на любителя, в общем-то. Это, ну, здесь нет какой-то отдушки химической, поэтому пахнет именно натуральным маслом. Просто таким вот, как оливковое масло пахнет. Пользуюсь пока с удовольствием. Теперь давайте перейдем к декоративной части. Первое, что у меня есть, это тональная основа L'Oreal True Match. Это не австралийская марка, естественно. Но конкретно вот эта линейка True Match, я ее не видела в Украине. Она не представлена, насколько я знаю. И у нас были такие бутылечки, как бы, ну, True Match линейка вообще, она широкая. У них внутри даже этой линейки True Match очень много подразделений. И вот именно вот в этом бутылечке я ничего не видела, вот эту тональную основу. Лена ее описала, как вообще там прям вау, 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 вау. Давайте ее открывать. И сейчас все вместе посмотрим. В общем-то, насколько я поняла, она мне должна понравиться. Потому что она создана для вот такой вот именно нормальной кожи. Обещает она здесь, ну, то, что выравнивает она тон, увлажняет кожу, подстраивается под тон и под текстуру кожи. Ну, давайте проверим. Тон, скорее всего, да, чуть-чуть темноват мне уже. Но ничего, я думаю, мы справимся. На камере, я думаю, будет, ну, посмотрим, в общем-то, как будет. Да, темновато, на шее конкретно видно. Но она, по идее, еще должна подстроиться под тон кожи, поэтому посмотрим, как она это сделает. Начинаю растушевывать своим достаточно типичным способом, с помощью спонжа. Я все тональные основы в последнее время наношу только спонжем. Итак, что хочу сказать по первому впечатлению того, что я вижу в зеркале. Легла достаточно натурально. Главная задача ее, чтобы она мне не заваривалась морщиной и не создавала, знаете, как трещины от морщин на лице. Вот это мне сейчас очень нравится в тональных основах. Что касается того, подстроилась или нет, ну, мы будем смотреть это на, ну, как будет идти видео, мы в этом убедимся, подстраивается или нет. Очень натуральный финиш у нее получился. Вот такой вот нематовый, ну, и не совсем уже прям сияющий. Вот именно то, что мне нравится. Пока мне очень нравится то, что я вижу у себя в зеркале, поэтому посмотрим, как пойдет дальше. Я, кстати, нанесла на руку, и она, мне кажется, уже начинает под руку действительно подстраиваться. Ну, посмотрим, как будет дальше. Сейчас я нанесу консилер. Консилер у меня не австралийский. Я буду использовать свой обычный консилер от Bourjois. Теперь тоже быстренько сделаю брови. Брови, кстати, я буду сейчас просто прочесываю, а потом быстро просто заполню карандашом от Faberlic оттенок 55-45. Так, теперь тени. Тени у меня австралийские. У меня есть вот такая вот палетка, вот это ее обликовка. Палетка сама выглядит вот так вот. Это марка, которая называется Red Earth. И... Или нет? Да, наверное, марка, да, называется Red Earth. И коллекция это Nature's Child. У меня конкретно палетка номер 2 Golden Plains. Выглядит все это дело вот так вот, вот таким вот образом. Достаточно симпатичные оттенки. Я как раз вот такую вот люблю. Вот этот оттенок вообще мне очень нравится. Сейчас с него, наверное, и начну. Нанесу я его на просто все подвижное веко. Сейчас посмотрим на его текстуру. Это тоже австралийская марка. Ого! Я даже не ожидала, что будет такой насыщенный пигмент. Сейчас возьму леркало побольше. Да, класс, мне нравится. Такс. Да, очень красивый вообще оттенок. По-моему, абсолютно не подходит под то, в чем я одета. Но ладно. Класс. Мне нравится, да. Очень такие насыщенные пигментации у них. Вот буквально хлоп-хлоп. По качеству вполне как лорак вообще. Вот такие же текстуры. Очень мне нравится, да. Класс. Супер, по-моему. И вот этот вот второй оттенок, что мне с ним сделать. Давайте я его попробую во внешний уголок глаза немножко нанести, чтобы просто посмотреть цвет. Цвет тоже достаточно как бы насыщенный. Это не просто, знаете, такие тени из разряда, что нанес, что не нанес. Как бы не видно ничего. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Единственное, в складке мне это нужно все растушевать. А здесь нет никакого матового оттенка. Я поэтому возьму палетку Лорак Промэтт. И возьму оттенок Pink Mouth. И мне кажется, он сюда отлично подойдет. Именно конкретно для растушевки в складке. Ну что ж, друзья, выглядит достаточно неплохо. Мне очень нравятся эти тени. Оттенок тоже мне очень нравится. Теперь мне нужно будет закончить этот макияж. И я думаю, я хочу поиграться с новыми, с новой косметикой. У меня здесь есть новые карандаши от Faberlic. Один в золотом, второй в бронзовом оттенке. И я, наверное, возьму во внутренний уголок, нанесу бронзовый карандаш. А сюда, во внешний уголок, продолжу подводку коричневым карандашом от GOSH. Посмотрим, что у меня получится. И подойдет ли это вообще сюда. С глазами у меня почти все. Осталось мне нанести только тушь. Я сегодня буду использовать тушь от Bourjois, которая называется Volume Reveal. И это конкретно у меня черная и водостойкая. Здесь, кстати, зеркальце есть очень удобное. Ну, по крайней мере, в такие моменты это точно удобно наносить. Ну что ж, базовый макияж глаз, в принципе, у меня готов. А теперь давайте перейдем к лицу. У меня здесь есть еще от Savvy, Contour Face Defining Stick. То есть это стик для контурирования. Сейчас я его тоже открою. Не знаю, еще как. Вот так, наверное. И по тому, что я вижу в стике, там цвет достаточно хороший. То есть именно такой серо-коричневый. Вот как он выглядит. И, кстати, его тональная основа, в принципе, практически исчезла, можно сказать, у меня с руки. Я ее не вытирала. То есть действительно она подстраивается под тон кожи. Я не знаю, как сейчас выглядит. Я не смотрела на компьютере, как выглядит тональная основа у меня на лице. Но вот так вот по ощущениям просто в зеркало я смотрю очень даже неплохо. А теперь контурирующий стик упал. Да, действительно, такой вот не рыжий оттенок. Это точно. Нельзя сказать, что это рыжий оттенок. Давайте, давайте посмотрим, насколько у меня сейчас появятся скулы мои. Мне с этим всем освещением очень трудно судить. Ну, как я и сказала, мне трудно судить, поэтому я вот вам покажу результат. А вы уже вот здесь вот есть это средство, а здесь нет. И вы уже как бы сами оцените, насколько вам это нравится. Я вижу, что у меня как бы скула здесь немножко появилась. Мне вообще трудно выделить скулы на моей форме лица. И на том, как у меня оно сложено, но, по-моему, очень даже неплохо. Хорошо, я сейчас с другой стороны сделаю. Одно могу сказать на 100%, тушуется он легко. И он не растушевывается в ничто. И можно им еще вот здесь вот пройтись. Я обычно здесь прохожусь бронзером. Но раз такая пьянка, пройдусь корректором. Бронзер я, наверное, не буду наносить. Я возьму вот здесь у меня есть новые тоже румяна от Faberlic. Эра красоты. И номер 6251, насколько я понимаю. И они мне похожи на... Они там называются какой-то там персик. Но они мне похожи на такой вот как бы... Что-то среднее между бронзером и румянами. Здесь, конечно, кисточка такая просто капец. Ой, она и не достает. И я возьму свою кисть и слегка наберу продукт. И нанесу на скулы. Это будут как бы и румяна, и бронзовый. Надеюсь, все сразу. И на этом, в принципе, с косметикой я могу практически заканчивать. Остались только губы. А я побыстричку нанесу сейчас помаду от Colourpop. Вам, кстати, этот оттенок очень понравился. Это оттенок Brink. И он такой вот именно нейтральный. Как бы подо все подойдет. Поэтому я его сейчас и нанесу быстренько. Ну вот, по большому счету, и все. Мой вот такой вот базовый макияж готов. Надеюсь, вам понравилось со мной собираться. Возможно, какие-то из этих продуктов вас заинтересовали. Я, если найду, я все постараюсь ссылками оставить внизу. Если что-то можно заказать где-то за рубежа, то я постараюсь ссылку найти и оставить вам внизу. И на этом я буду с вами прощаться. Обязательно поставьте мне палец вверх, если вам это видео понравилось. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!